здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сейчас идут новогодние каникулы и мы решили не беспокоить наших экспертов которые возможно до сих пор еще отмечают новогодние праздники затянувшиеся ну или просто избегают контактов связи с сложной демиологической обстановкой в стране и во всем мире в общем мы решили записать такие сольные мои ролики где я расскажу о новинках которые будут продаваться в садовом центре европлант ну и новинки это будут не просто нашего садового центра это будут такие эксклюзивы которые в принципе наверно мало где продаются в петербурге точно нет возможно нет в москве возможно нет и в россии и сегодня наш ролик будет посвящен очень интересному растению о котором возможно многие вас из вас даже и не слышали называется она восковница обыкновенная или мирта болотная это очень интересное растение во-первых тем что у него очень такой небольшой реал произрастания она растет на дальнем востоке растет у нас на северо-западе в петербурге как раз под петербургом вдоль балтийского моря вдоль финского залива в сторону эстонии ее можно встретить но она занесена в красную книгу поэтому увидеть ее достаточно сложно хотя бы потому что и растет на в таких местах где ну люди редко прогуливаются потому что это какие-то такие влажные берега болотистые поймы ну может где-то небольшие опушки например у нас в петербурге есть юнтуловский заказник и вот там где лахтинский разлив где впадают в него две реки каменька и глухарка есть большие заросли но увидеть их к сожалению возможно только зимой когда на восковнице уже практически ничего нет ни ягодок ни листьев и кустарник это достаточно сложно обнаружить но там есть такие такие большие заросли охраняемые и вот мы однажды прогуливались там и подумали что на самом деле растение это очень интересное и внесено в культуру достаточно давно но у нас нигде в россии она в садах не присутствуют и совершенно напрасно потому что она очень декоративная цветочки у него не выразительные небольшие но она образует очень красивый кустик примерно где-то метр высотой практически круглой формы компактный красивый с таким плотно набитым габитусом мне кажется что это растение стоит культивировать у нас и в садах не только в природе во-первых это конечно безусловная возможность чем-то удивить людей которые приходят наши сады мы всегда хотим удивить какой-то новинкой чем-то необычным чего нет ни у кого ну кроме того растение не просто интересное оно имеет ряд применений в хозяйстве поскольку все любят когда от растения есть не только эстетическая польза но и какое-то прикладное такое значение но я не знаю это не варенье сразу вам скажу но возможно некоторых зрителей это заинтересует потому что в швеции из восковницы обыкновенной делают чтобы вы думали шнапс а не хлопнут ли нам по римашке шнапса ради лечения и канала европлант за лену полякову ну конечно прям нет самого растения его туда добавляют у него есть такая интересное свойство такое при взаимодействии с алкоголем он его усиливает ну кроме того он дает очень интересный вкус необычный ох ядрена восковница обыкновенная также из него делают пиво в норвегии его даже пытаются курить из него делают табак возможно эти свойства кому-то действительно будут интересны табак из восковницы но я не знаю что вы думаете об этом 20 вы понимаете что все это делается потому что восковница обладает интересным запахом она слабо ядовит отравиться наверное ей достаточно сложно но как все слабо ядовиты она широко используется и в народной медицине из нее делают масса интересных лекарств в том числе из нее делают отхаркивающее средство ею лечат легочные заболевания так что растение точно у вас не пропадет ну и на картинках увидеть насколько оно красиво и немножечко систематике расскажем про восковницу мы вообще откуда она здесь пошла на самом деле очень интересно вроде бы она относится к вересковым но на самом деле рот восковницевые включает в себя единственное семейство которое так и называется восковница и восковница обыкновенная вот единственный представитель этого рода есть различные ее виды выбрали вот восковницу обыкновенную поскольку она близка нам по своим характеристикам она замечательно у нас зимует она не требует никаких укрытий она прекрасно хорошо растет практически в любых грунтах она несмотря на влаголюбивость не требовательных поливу то есть уход за ней минимальный агротехника минимальная ее можно посадить практически в любую почву она не сильно сорит порослью то есть она вегетативно достаточно неплохо размножается но не превратится сорняк растение это двудомная но цветки мужские женские растут на одних и тех же кустиках они достаточно невзрачные как я уже сказал образуют небольшие такие шишечки похожие на сережки немножечко об агротехнике восковницы тут все довольно просто растение прекрасно растет на северо-западе уходит в самые холодные регионы ну и мы знаем что все растения которые растут на дальнем востоке они тоже у нас неплохо зимуют восковница сша не повреждает отсутствие снега ее это никак не беспокоит она не ломается она не вымерзает не подмерзает уст и не требуют не дополнительной обрезки не формирования в принципе о растении все я надеюсь что оно появится у нас в садовом центре приедет ближайшее время когда он откроется то есть апрель май возможно июнь по крайней мере питомниках уже для нас отложили большую партию надеюсь что вам будет интересно познакомиться с этим растением увидеть его в нашем садовом центре когда она придет мы обязательно это анонсируем на этом мы заканчиваем ролик а в следующем я обязательно вам расскажу о другом растении которое тоже появится в продаже садового центра европлант называется она смородина железистая это тоже очень перспективное растение для северо-запада ну не только хотя не будем забегать вперед об этом позже на этом все смотрите на канал европлант до скорой встречи с вами был я андрей смирнов всего доброго